вот это вот друзья это свято национальный герой погиб куликовской битве это наш небесный покровитель запомнили чтобы знали у нас на небе есть свои покровители вот а почему я его вспомнил я назвал следующую тему волшебники правдуки бога вот один правду дело в общем до прошлого медали я обещал вам что что познакомлю с лучшими садоводами всей россии вы знаете участок стандарты дальше сколько-то 10 15 соток хорошей ситуации вот а сорта мировый стандарт а же сибири вот а казалось бы такие должны быть миллион вспомнить его вот продают и обещают по разу столько все вот под этим этим вот вот видеть и должны быть миллионы а миллионов этих нет вообще пока у кого-то что-то растет обязательно видите тогда без затели скалечить довести до скалечить степени как-то звать это сам крайне степени инвалидности то самое крайне вот смотрите полный вали все это пододелали рады на кольцо до штабы укороченные ветки вот как это будет что-то это мария и вот получается что этого нет и тогда я сказал себе нам нужны правдуки бога и нам нужны примеры настоящего садоводства вот и я к сожалению могу только очень коротко потому что и дальше там еще ниже учебные тут темы вот он взял полностью продублировал мой сад можно считать что там как это что-то словчил схемичил это мой близкий искренний друг так вот продублировал высоту слова полностью надо было написать почти полностью путь и полностью продублировал мой сад почему он стал невольным селекционером среди нас таких волшебников полно смотрите его не однажды у него вдруг появился считаете новый сорт на самом деле витративный гибрид брал у меня сидя то есть распробовал венгерка более сидя темно сидя вот чёрт его под руки толкался привел на абрикосы абрикосы розовая повлияло повлияло а дело в том что почему я сейчас это его и сейчас вот так будет выглядеть смотрите вот это все лучше из лучших да почти все себя реки и все допустим так вот сейчас поверьте к чему говорю дело в том что начинается с простого вы у меня выкупили его косточки с этих плодов забить его боем саду до сих пор нет ни одного такого я должен был теперь у него венточки поклониться попросить и дальше растить а у меня уже ни сил ни здоровья и главное я один не могу уже заменить все эти институты вы заберете те ну допустим сколько 300 или 500 косточков я дал кстати не дал и не продал а я это называю совместное ну как ну как это называется когда двое один дел называется совместный бизнес так вот эти косточки приехали к вам уже все или почти все а вы обязаны вырастить и это вегетативный гибрид законы бенделя до него не распространяются если бы кто-то его опылил бы сказали а вот из четырех деревьев три будут розовых один синий или из трех деревьев будет три это самый три синий ходит розовый чертова спит спокойно вегетативный гибрид это значит что если подходить с точки зрения генетики внимание друзья мы с этим уважаемым человеком волшебником вот смотрите на его наглую брошу мы с ним вошенники не вошенники но бальчики вы получите синий если генетика права есть вегетативной гомизации не существует еще раз говорю он привит приходит байк вот это дерево скажите это не интересно получите сидя вы начнете до спалки кидать камня с сероба нет если получится сидя если генетика права что не передаются эти свойства но вот случайно ведь это же можно назвать самым простым словом вот метр метр вот наука придумала это слово а душе описать метр косточки воросут опять серии поняли да а даже так и случилось закрыли целое направление под названием вечерин тире вечерин на первом месте лысенко и все это и еще 300 ученых вот а только потому еще что они не знали самого главного то что открыл извините железом стесняться мне надоело я открыл следующее вегетативная гибридизация существует но ни один вегетативный гибрид не повторяется то есть она есть доведется вызывая а дальше добрая 50 или 70 всех получили эти косточки получили вот меня не будет еще вот сафроду волосы оценка волосы сергей железа волос елена сада савинич конечно вряд ли она смотрит она даже не знает про елена вот уж ей это сам бог велел все-таки она мостик с наукой эти все люди должны этим продолжать заниматься ведь какое значение этому придавали начиная сам великий чарльз дарвин сто процента был убежден что вот это то что вы видите это вам кажется это вам приснилось этого нет вспомните фильм про бичурина держит в руках яблони грушу гибрид вегетативный бичурин так сказал это яблони груша тире вегетативный гибрид а вот держит его в руках классический учебный говорит вот этого не может быть то вы держите в руках война раз из руки выпала все равно не может быть так вот вот это направление интереснейшее самое интересное какое можно только представить это будущее науки это ведь вегетативные гибриды это когда и морозостойкость передается прямое а значит расширение по всей россии пошло до плотно это до до этих самых приполярных округов до камчатки и этой самой сахарина все это реальность понимаете видите как я рассказываю почему до текст переложить это статьи фотографии всегда высылаю в догодку вот это все надо знать и как сделать чтоб наука проснулась как самого начала кто-то бы грохнула не кто-то сказать где-то еще сейчас сейчас быстренько разберемся а без команды никто почему это запретная тема почему меня заткнули догадались это я не выдержал знаете есть если ты художник ленин дмитриевич тут если больше просто так я бедра сваливать видели вот художник и так каждый год каждый год вот эта красота и и к сожалению только один николай иванович курдюва профессионально изучил его сад только один курдюва до один поле него и даже курдюва вы себе книгу написали написали это было очень болезненно восприятие с кем связался железо вот это было и еще добавлю я должен был про всех не успеваю про всех я только пролисту вот это один из моих коллажей вот книга где все это описывается можно поэтому суринскую грушу вот завтра послезавтра я высылаю этому сафронного антону 200 штук я заказал уссурицкий груш вот эти семечки вот это серьезный размах а вот все эти чернобаева вот скажите он угробил сорт или все-таки добился свое а вам эти яблоки не нравится раз а вот уже еще и это люди учили у него 4 сеется абрикоса бай и вырастил все 4 3 чуть-чуть уступает родителям то есть родителю они же с косточки чуть-чуть мельче вкус тот же все тот же бороза только сохранилась и 1 подмерщит это 3 а 4 4 крышу снесло метр из метр как сказал бы любой ученый и у него получился сверхрадий бай так называл сверхрадий сервис бая который умудрился в июне созреть а учу думаете воду так раз а плохо а радость цветет попадет по заморозке а у меня чаще попадает по заморозке то позднее нет и так то ради это позднее как угадать я помню 22 даты день рождения ловича 22 апреля ради все так рада по дачу вас вести апрелью лето лето апрель настоящее лето будет базе такое бах заморозок все что село в это время все погибло цветы другой раз на 9 мая хорошо в том времени что-то уже отцвело вот видите как поэтому должен сверхрадия еще и позднее а это означает что все давай вот где отече выросл 4 и получил один уникальный сорта образец и доказательство того что косточки от бая дали прекрасные культурные плоды что еще дали а господа ученые а помните это они обижались тогда сколько можно третировать или как-то было зачем было издеваться зачем было из нас дураком делать а я говорю сеется абрикоса сергабаев подтвердит ученые этот директор института воулин подтвердит ни хрена никаких дичков не получилось а вот процитировали 90-летней давности цитату а главное мне больше вот это как эти фразы как выдают вот это невежество вы не подумайте это не я придумала что дички это и цитата 90-летней давности это не я приду то есть я не проверял а зачем я не выращивала абрикосы беспорядкость вы знаете по россии зачем процитировала нашла цитату вот это я еще не удержался я сейчас подбирал потерял про моего друга садуба как он меня подставил я ему веточку он вырастил я уже где-то уже где-то их я фотографию надо дать я бы 130-40 грамм как ты вымудрился что у меня теперь доказательствует это берега сердце меня женщина любила с калининграда на мой байп выбирала выросла здоровье на дерево все плоды 130 грамм или кашли 133 она меня обошла и ты мне должен был обойти почему нету это рядом или почему эти абрикосы не лежат на весах так ребята вы поняли кого следующего ругать буду кто еще меня пойдет но не за то что обошли а за то что доказательство этого что делать сибиряк на это в наше время сибиряки болеют так же как все страна 10 чек для слушать лес за потом я не беспокоюсь праздник идет ничего увидеть вот смотрите сюда и так лучших садовода россии бойкова галета николаевна деда составители садогорского феномена курдюмом николай иванович автор полутора березов книг единственный я поверил где-то не так проверил а потом проверил а потом все остальное уникальный человек вот сейчас понимая возраст понимая наверно лучшие годы уже это этим надо было заниматься знаю что болел если бы так же как упущено вот у меня было бы лет 10-20 назад еще я был богу это где-то толкать даже на уху и вот так время ушло обидно страшно с его знаниями с опытом вот вот она байкова ее муж александр и за себя рассказывал в отделе фильме николай иванович прайза дерево рассказывал под которым он сидел и говорил что и когда сколько он знает все страду объездил никогда подобного не видел а теперь смотрите сюда это гражданин степанов вот он я приглашал в царство его небесное дело то что он вот именно единственный это тоже я отмечу я всегда удивлялся то иметь лучшие сорта сорта образцы в россии так вот и только одна все россии 2 чека ко мне обращалась оба вам обучаются это степанов и реальный директор по 2000 черенков у меня выписал садом априкосы это было весь сад и изуродовал он создавал опытный сад и назовем его селекционный вот садик я сейчас смотрит 41 человек это мне пропускал тогда буряйте считаю уже говоря это уже нормально до 1 до провода нормально так вот продолжая я его 2000 для сагалда записал я создаю уникальный единственный в своем роде селекционный сад и когда мы с ним ездили по этому по его угодим мы нашли я выскакал в машину а я увлеченный человек я не знал что он мне предложит коттедж квартиру и это 50 тысяч по тем временам огромные деньги вот и предложит переехать всей семьей трудоустройства все это я не просто я забыл обо всем на свете температура где-то будет 30 балла вы ездили в машине угодья разбросаны тут показал тут показал вот сторожки думаю участки приготовлены под это подобный роду там в странице подобный трети сады я вижу девка косочек детей хуссурийский груши так вот и дощать вот а я живу привез то и 2000 черенков том числе там допустим 200 или 300 самый сладкий груш едем дальше то что слепой это же банджурский абрикос и опять несколько сотен и опять куст разу да все у тебя есть у него есть вот я потом отказался переезжать и потом я понял что все это было у них не было спец 8 кандидатов наук все отличные ребята для фотографии если с ними дружился все традиционное садово это потеря всего это потеря всего так вот слева смотреть если на фотографию это не будет а это один из моих лучших друзей вот вот этот человек как бы назвать я я всегда довели кличке нет а как бы сказать как бы второе имя спецназа из уникальный человек уникальнейший я вот тоже сюда отношу потому что для меня так если этот человек где друг значит я чего-то стою а вот это значит семья ростовских вот это то для этого лера а это сам великий байкалов вот не могу я скажу ничего лишнего потому что не успеваю это садовод который один из основателей садоводского феномена больше всех и еще успел получить от страны орден кажется должен быть его же так почета почему настолько он был авторитетен и такую гигантскую пользу придется после него больше никто никогда не получит потому что у нас сейчас все не так ну александр все серебрик этот меня берет интервью это интервью записано аду где есть это интервью сохранилась до сих пор вот и это тоже как сказать для меня это честь понимаете значит рыкалин вот это бы мужчина рыкалин александр петрович он бы мог возглавить северное направление всей сибири дали бы хотя бы институт для него это даже белость скромно директор института может быть алтайского того самого имени ли советка есть институт в абакаде это где тут это когда там мой друг дускабилов хаянище он был залабом и кандидатом науках зарплату лапитации потому что уходит на пенсию говорит это новый директор сделал зарплату и поделать с 15 поделал до 10 тысяч вы поняли иронию вот попробуй там делать то что делает допустим чинобаев которые вы видели выше вот попробуйте что-нибудь делать подобное байкалов что я скажу его сорта скорее всего есть еще не сейчас это исчезнут многие питомники вот эти же названия это самое которая раскручены его сортов использует но фотографии уже с интернета то есть на самом деле у них нет никаких байкаловских сортов потому что фотографии из интернета значит почему свои то не сфотографировать у меня за их тысячи фотографий каждый год делаю по 100 по 200 вот ничего вот я показал поеду видели же тройной гибрид вот что мне врать то зачем мне чужие нужны что-то тут не то ребята так вот рекалин он мог возглавить вместе с самим видеть он ее кстати ко мне привез знакомить лет шесть-семь назад привез говорит думаю это себе друзья давно вот и шумский вот и привез и говорит это студентка эта студентка закончена с красным дипломом поступила в аспиратуру и уже от меня не уходил взял и не уходила никуда каждый год каждый год каждый год в саду и летом и зимой и сейчас я жду и мы опять будем ходить по саду вот и делать статьи и участвовать будет в вебинарах все как всегда рекалин это штучное изделие уникальный человек частей таких-то всю страду несколько вот кстати а по-моему у него сельхоз образований и у моих не помню по-моему это высшее сельхоз образование от памяти вот так то это и тем более его поднимает это все видами замяткин знаете какой человек вот боя падет то какой он у меня как вы окажу все тоже буду я опадет-то падет то он меня приглашал я прочитал лекции в шушенском это сейчас по-моему ракарин возглавляет шушенский клуб садовода возглавлял тарикарин он меня пригласил я читал вот и горжусь тем чтобы это несмотря на то что он абсолютно исключает вегетативную гибридизацию абсолютно причем цитирует при этом классиком то друзья они да то и друзья чтобы не обижаемся на друг друга допустим дальше так считает тем интереснее жить доказывать ой как это здорово вот сергеев николай георгиевич это я всегда называл бабы бастадонт вот это такой знаете в какой человек сейчас таких уже нету один из последних этих бабы то которые сожалению выбирающее племя вот это еще один серебрядец он не совсем серебрядец тут там рядом совсем эти какие у нас люди вот царство небесное тебе перевозить броски царство небесное про него вы знаете больше всех догоните дружба 40 телебанство ну еще раз второй раз покажу вы все паныча родича этот фотографируется своей своим персиков которые я бы подарил вот так вот вот с такими руками искусственными ходевой был идеальный сад то есть у всех упомянул вес ильтяевский адольф александрович такой чудесный был почему я вот жив здоров надеюсь то вроде встречал и дело в том что он так гремел вот его знали все тут его с москвой приезжали 2 из института по моему то ли московского то ли бичулинского два этих специалиста знакомились с садом сказали сейчас мы вам денег дадим давайте этот пабологический сад давайте вместе это ему это было все последнее это было чуть-чуть до перестройки последние отрыжки вот это еще какая-то надежда была что все таки бы душны что рада что мы можем вместе с наукой не надо было туда пережать это было какой-то момент вырулись вперед иначе к нему ученые бы не приехали а потом все рухнуло какие деньги я же помню как с жилец нет финансировали все как это радовалось когда я зимой к весне ближе приехал привез деньги на пару сотен серенков закладывал я сады а яблодивай как она делать этим жалким деньгам жалость ой хоть немножко раздам людям представляете эти счета повыше было один из трех современных деревьев пусть в том свете но это современник наш валют ботов то же самое обидно его бы лекции читать вечеринский москве там то есть люди откуда меня шуганули вот там такие люди отгородилась наука полностью потеряла смысл 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 вот тут единственный через 70 бой то там 9 деревьев или считаю за саду это за всю сибирь а омск саженцами якобы вращают продают а на рынке эти кисловища через все ли вся страна вся сибирь считает вот так вот и лет то и ребята практики вот два володи висадович тотаров и владимир викторович филиппе польза от них больше чем это медицинский институт в амакане институту медицинский починство в амакане институт в шушенске агасова вот где еще в красавянске прикрыли вот вот этих ребятам против больше позже чем от всех эту весь вот потому что можно с 30 лету как они там вот с такими плодами выращивали абрикос абрикоса у филиппева сто сто двадцать грамм да или сада если смотришь подтверди у меня есть фотографии там твои руки на которых лежат эти абрикосы огромные это его видите как а вот их уже не одну сотню распространил и сейчас они только бы отключить людей калечить деревья только бы отучить сергей железом это на особицы вот эти ребята вы должны тратить время из самого драгоценное время я когда-то сказал володя и царское это дело стоять на рынке это дело людей попроще с твоим этим самым интеллектом с твоим опытом с твоим этим и ты должен уже учить других а не стоять на рынке вот так вот я преподносил вот и сергей железов на кране сидит все вся наука а это да это году вот так вот вот это я так горько с горечью это все сказал интересный случай бывает вот это чем самый правый я не помню его фамилию если познакомился было открыто назывался открытый стол или как же когда музея до собрали посадили привели пять человек то включая вот этого товарища который справа вот под этой рукой привели и ну как самых авторитетных уже потом в полный зал народу потом вы посиди с бородичем вдвоем только бы двое читали лекции то есть рассказывали вот это было вот я запомнил фамилию уже забыл а тогда познакомились оказывается у него уникальный сад не хватило в этой жизни и времени и пороха потому что и честь все было и четыре операции было три под общим наркозом чё только вы в жизни не было и сад сгоревший был сожженный полностью вот и доехал дали его и сейчас где его сад сколько ему лет оживли вот ну тогда уже был не было она жива тут видите бодрого уже нету свете а наука где ты была наука если вадим же посадили с вами президент а это чудо сад так все мимо и проходит ну и тускобила вот увидите вот единственный ученый который не чурался везде и всюду сотни раз только где а это железо это наш выдающийся он взбег он по-другому дебилетом снимаете вот ну все равно приятно было слышать вот вы чижик вот я вспоминал на сушанскую станцию она выписывал оттуда яблони богатырь груша названием он ее не знал ну сладчайшая потом все-таки у него почти брал но я не брал просто так и объявлялся вот и самое ценное что у него было это черносливо я так назвал черносливо чижика ну не знаю название он не знает и наконец королева сада слева сувенир востока вот это я у него раздобыл а вот и самая ростовская станция и уже нет его от меня я не знаю татаро помогу бау распространять или нет сувенир востока цернобаев то нет и получается или один или вы двое с татаром на всю страну на всю сибирь а все остальное сувенир востока фотографии я потом ниже покажу фотография моя сувенир востока но это все ниже чип касса самый простой мужик обладатель этого уникального сорта я потом увеличил два раза если есть такие плоды в них у всех заложено потенциал заложен понимаете главное теперь как его туда вытащить я вытащил это потом уже вот это вот я вытащил поделился с этим товарищем вот видите как уж как бы это и это не только почему-то будет было этих несколько метров таких было бедисонный это и сфотографировал то есть пара битвы вот рекордсмены видите вот цена его благодаря ему я там за мной направлении под названием абрикос крупноплодных железов но вначале увеличил два раза вот саду сеть и киров это или сидит я еще раз повторяю столько это мой подарок его прямо с людьми подарил от всей своей щирой украинской души я подарил ему вот эти вот абрикосы так а то что мы на тот момент и он увез их прямо так вот сел на автобус с этими двумя ведрами поехал а привез он для 20 сердца персика и сейчас из них 6 штук до сих пор живой и уже дали потомство и уже расходится по стране уже благодаря все добавил благодаря сергею железову как так получилось а вот укрывал бедусинске укрывал укрывал получал отца до 200 килограмм от его слова за девочку куда бы их вот привез подарок это получился обед видите хотя конечно эти два ведра рядом с его двадцатью песиков сенсор которая условно узнал бедусинске это белосида тьфу рядом с теми богатства из них 6 выжило плодоносит это не загружает дохнут у дружи в это пошло второе направление потому что санские у меня пошло все привитых а это сердце из-за того интереса и бить рядом сенски и хасадский и носинский можно сказать этот самый эти молодые а санские вот это есть будущее всей потому что они не боятся морозов вот это только эти не боятся но потом у него не погибли я персики погибли я стал единственным обладателем а потом уже перешло к чердебаеву и пошло по россии так осталось полчаса интересно то что я говорю вам интереса это моя боль боль за за дарвина за бичурина за усетка загоряем золотенкова из-за самого себя железо вот захотели со скрипом признали нового гения молодого ученого никитина который доказал что днк не такой уже и не такой же бетонный потому что бичурина и лысенко по борти по борти по борти ох они не генетики вот они не генетики и что вот а потом журналисты раскрутили никитина молодого ученого 7 лет закрылся собственной самодельной лаборатории и доказал что днк кроме днк здесь же кидоре плавает кусочки такие кусочки кусочки это же днк просто плавают плавают это потом бы уже догадались что такое галитарный перенос эти кусочки не могут с помощью прививок переходить с одного организма другой и так закрепляться и получать вот это шау и вот это вот тут самое вот это самое вот это вот поняли вот но страницу были герои после нескольких месяцев молчания или года молчали вот и шостин сказал а вот наш гений он сказал что вот он наш гений никитин то это не более чем теория а вы давно-давно доказали у меня таких примеров десятки ну что я могу сделать когда премьер-министр россии сам второй человек в россии вот про нас не сказал и не скажет никогда потому что бы никто и звать никак и в калашный ряд дам со своим свиным рылом дороги дед вот умер латинков вот скорый бой черед и вот то что случилось то случилось летит молодец строит оказал пишутся столько я думал целый год жду ты уже все раскрутили то журналисты дед вот и если в деле вы теперь подойдут его до новинской премию а доказательства то вот таки вот весь мой сад вот это есть доказательство почему вот так вот как вот почему вот это все никому не дано вот это то есть самое интересное пошло дело за того это все они вегетативные гибриды все адир вегетативные гибриды а знаете такое главное доказательство того что они вегетативные гибриды сказать самая главная доказательства не только абрикосы явно не груши сливы и вишни персики черешня сказать морозостойкость выше ген морозостойкости существует я в железу говорю доказать как очень просто без исключения есть и гена морозостойкости нет портия галисеется вырастил а тот же чернобаев того же боя и не хуже чем привито и у меня есть специальная папка сотни примеров таких все доказано вот она ген морозостойкости существует никитину спасибо подтвердил вот его в компанию взять что вначале бы там две-три фамилии таких уже знаешь звучит хуже таких вот уже того же латинкова то уже допустим этого самого бода вот где-нибудь сам конце железа все-таки кто-то срачебе я начал вот и тогда получается и просто дабильская племя открытие который будучи признана позволит это все выращивать средней полосе россии средней полосе россии средней полосе россии а кто-то ведь верит эти слова вот и я не знаю вот у сады или они привыкли им только дикоросы любят постриженные садах ведь ведь есть же контент же эти целые дворцы у тех министров капиталистов и даже в россии есть а почему у них ничего это не растет тем же ли в это не надо а на столе на праздничном новогоднем все отрава сплошная трава держим взять-то где-то они возможно даже не знает об этом что это все отрава все друзья выговорился я вот она новогодняя моя речь какая